Тим Данкан Я вырос на Виргинских островах, там мой дом. Теперь мне очень приятно усменить родные места. Я был там счастлив. Я спрашиваю, когда я был, моего ребенка поверил меня по всему, я просто спрашиваю, что он в результате. Я просто его садился нахуй наилегу. И я просто так с ним, то отец меня металл. Я просто попал в mettке на влюбленных трансляциях. Я просто смотрел на яй-то. Я вpowderии на себя, на сегодняшний день. Поехали! Первый пик в 1997 НБА-драсте, Сан-Антонио Спарс, Тим Дункан, из Университета Уэйт-Форреса. Первые 20 минут, когда я попал, я слышал, что Поп собирается меня обвинять. Так как там дело встает? С самого начала было ясно, что Грэк-Попович и Шпорза получили уникального талантливого игрока и самодостаточную личность. Он вырос на одном из островов Карибского бассейна, а в этом районе народ не привык торопиться. На все у них ответ такой, нет проблем, доедем, когда доедем. Он не старается привлекать к себе внимание, в рекламах много не снимается. Смотрите, мол, Лехим Данкан, это все его не интересует. Когда мы получили право первого выбора, Поп поехал на Сент-Круа, гулял с ним по берегу моря, и это было началом их очень хороших отношений. Я подумал, что если я поеду к нему домой, смогу лучше понять, что он за человек. Виргинские острова известны своими прекрасными пляжами, невероятными закатами и неотразимым очарованием. Туризм приносит большие доходы, но самым знаменитым экспортным товаром стал чемпион Грэй. Я рос в замечательном окружении, в маленькой общине, где все знали друг друга, и царила пляжная такая атмосфера, расслабляющая и очень душевная. У нас есть пляжная атмосфера, можно ходить везде и узнать людей. Это очень расслаблено, очень лично. Мистер Данкан, а можно вас автограф просить? Сколько тебе? Пять? Одиннадцать. А мне двадцать семь. Когда он наведывается домой, то всегда проводит время очень весело и с пользой, так, как принято у круанцев. Тот, кто не родился, на Сан-Круане знает жизни. А кто родился, прозывается как круанец. Так нас все называют. Круанец. Кружан. По-английски так произносится. Круанец – это человек, который приучен хорошо работать и хорошо учиться. Мои родители много внимания уделили тому, чтобы я трудился и добивался успехов в школе, чтобы всегда стремился подняться на следующую ступеньку. Это они заложили в меня и в моих сестерах с детских лет. Все самое лучшее, что есть в нас. И мы всегда жили по их принципам. Но даже зная о трудолюбии Тима, мало кто мог предположить, что со временем он будет играть в NBA. Баскетбол был последним, что занимало его ум в юности. Это был худой маленький мальчишка. Он всегда дрожал, вылезая из бассейна, несмотря на любую абсолютно жару. На него смотрели с высока, а он был таким высоким, да, но молчуном. Вот здесь жил Тим до тех пор, пока я не отправился на учебу в колледж. Он любил видеоигры. Нинтендо 64 и все такое. Тим и его сестры любили лазать на деревья в парке. Как и все ребята в Сент-Круа, Тим любил океан. Мама записала его на занятия по плаванию в местный бассейн. Тимми начинал заниматься, как и многие другие, абсолютно такие же дети, в возрасте 5-6 лет. И очень увлекся плаванием. Он чувствовал себя, как рыба в воде. Здесь, на фотографии, наша команда 18-го года. Это вот перед соревнованиями в Сан-Доминге. А вот Тимми в самом углу, а рядом с ним его старшая сестра. Видите, как он стеснительный. Выглядывает из-за чужого плеча. Я проплывал от 5 до 8 тысяч метров, в принципе, каждый день. 8 тысяч метров в день. Его сестра делала большие успехи. Тим старался следовать ее примеру. Их главным болельщиком стала мама. Мама работала в ночную смену, а потом приходила домой и отвозила нас на соревнования. И целый день болела за нас. Вот такой человек воспитывал меня. Поэтому впоследствии логично, что я всегда стал относиться к своему делу из-за всех оправданий. Им было 12 лет, когда мы поехали на соревнования в Миссион Бэй, Флорида. И Тимми там показал все, на что был способен. Когда он вылез из бассейна, мы все его поздравили, потому что он прошел квалификации. И тут по стадиону объявили Тим Данкан в Виргинские острова, только что показал 16-й результат в США в своей взрослой группе. И это было действительно нечто особенное. Но в скором судьбе Тима Данкана произошел крутой поворот. Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я был ужасным, не координированным, не мог много вообще сделать на площадке, но очень любил сражаться. Тим не обижался на тех, кто дразнил его, это только помогало ему дальше работать над своей игрой. Я начал играть все больше и больше, нашел новые площадки, одну для меня сделал мой зять, потом впоследствии. Точнее, как там, мужистры называют. Большой баскетбольный болельщик, я начал играть с ним, и многому у него научился, кстати. Но как только Тим стал формироваться как баскетболист, в его жизни произошел трагический поворот. Ты должен практиковаться. Ты должен практиковаться. Дедакатия. Тиматория. Спортсмансов. Патент. Унити. И любовь. И если мы можем практиковаться все эти вещи, чтобы сделать нашу игру лучше, не можем мы практиковаться эти вещи, чтобы сделать нашу мир лучше. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok